Приветствую всех на канале Mystic Health. 11 января будет новолуние или на санскрите это называется амавасья, то есть совместное проживание. Это когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию. Но все знают, что Луна управляет жидкостями, приливами и отливами на Земле, а в нашем организме она управляет лимфой и кровью. И в новолуние, когда Луна убывает в 30 лунный день, то есть она очень сильно теряет свет, то люди тоже могут чувствовать усталость, упадок сил, недомогание. И особенно это чувствуют женщины. На самом деле, конечно, новолуние, если мы будем говорить четко, она начнется 10 января около 18 часов по московскому времени и продлится до 11 января до 15 часов. Примерно это такой самый будет пик новолуния. Я дам простые житейские советы, потому что давать всяких сложных советов я не хочу. Эта новолуния будет ознаменована тем, что она будет в знаке Стрельца. И там еще будет Марс и Солнце. Это огненные планеты, то есть огненная энергия. Это агрессия, это споры, скандалы. И поэтому самый главный совет это не выяснять отношений. На дороге тоже не задевайте никаких скандалов. Будьте аккуратны. И еще Меркурий там же, а он сейчас находится еще до сих пор в своем слабом положении. Поэтому будьте очень внимательны и не принимайте никаких важных решений до 12 числа. 12 число уже будет хороший день. Но поскольку новолуние будут знаки Стрельца, а Стрелец управляет артериями, нижней частью спины, бедрами, и, следовательно, эти части тела будут уязвимы в новолунии. И поэтому не надо никаких операций и уколов тоже желательно не делать в день новолуния. Потому что в Стрельце можно занести инфекцию. И будьте аккуратны на улице, потому что гололед, холодная погода, а поскольку с Меркурием и Солнцем еще находится Марс, то это показатель травм. Поэтому я вас призываю, будьте очень внимательны. Также не будем переохлаждаться. И никаких врачебных вмешательств в эти зоны. И вообще в любые зоны в новолунии лучше никаких вмешательств не делать, потому что любые хирургические вмешательства могут принести вред. Но кроме таких, только когда это скоро помощные случаи. Просто знак Стрельца, он такой активный и несет обычно важную информацию, как сделать жизнь лучше. Такие всякие идеи витают в воздухе. Но поскольку тут Марс и Меркурий сейчас еще в слабом положении, а Меркурий, он не имеет атмосферы, и поэтому он зависит от окружения. Он как дитя. Если он находится с благоприятными планетами, то он благоприятен, и он внесет положительную энергию, раскрытие интеллекта, талантов. И все, что связано с Меркурием, оно все расцветает. Но когда он находится с пагубными планетами, а Марс это пагубная планета, и Солнце в Джодище тоже считается пагубной планетой, то, соответственно, он тоже становится негативным. И поэтому сейчас, может быть, какие-то будут такие мысли, которые на самом деле не являются прогрессивными, можно попасть в ловушку собственных убеждений. Или могут какие-то перемены произойти, в результате которых там отпадет что-то ненужное. Да, вот это вот может быть. Но лучше никаких идей новых проектов не начинайте. Новолуния в Стрельце, она такая активная, она людей как будто подбрасывает еще же. Говорю, там Марс, и люди куда-то, наверное, будут бежать, спешить, что-то делать, и как будто их какая-то пружина подбрасывает. Но не ведитесь на это, я вас призываю. Я вам дам простые такие рекомендации, что делать. Вот в Новолунии лучше всего соблюдать пост. Ну не такой, прямо не строгий, но какая-то вот, чтобы пища была более легкой, чтобы разгрузить организм, потому что в Новолунии наш организм готов избавиться от всего ненужного, от того, что ему мешает, от всяких вот токсинов, ядов, от того всего, чего мы с вами наели на Новый год и Рождество. Давайте от этого избавимся и немножечко попастимся. Также не злоупотребляем алкоголем, кофе и крепким чаем. Лучше какие-то травяные чаи попить и такие вот овощи, поменьше масла, творог, молочное тоже как бы, ну желательно, тем более сейчас вот зима, это тоже организму как бы дает очищение, если мы меньше молочного избегаем. Вот. Ну и подытожим, значит, не начинаем новых дел, особенно связанных с прибылью, хотя у вас, возможно, посетит такая мысль. Вот. Не будем делать серьезных покупок, назначать важных встреч, а не будем злоупотреблять физической нагрузкой и нездоровой пищей. А что лучше всего сделать в этой новолунии? Лучше всего поберечь силы, а значит разгрузочное питание, попробовать отказаться от вредных привычек. Вот в новолунии это очень хорошо делать, вот серьезно поразмыслили, там кто давно хотел бросить курить или какие-то еще такие вот много есть там, чего-нибудь жирного, сладкого, то подумайте, как раз это такой благоприятный момент, чтобы попробовать отказаться от этого. Также считается, что в день новолунии хорошо делать подарки, хорошо медитировать, быть благодарным, делать подношение богам и читать мантры. Всем хорошего новолуния, стрельцы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok